Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Геван» и я, ее ведущая, Наталья Сметанина. Сегодня у нас в студии уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Лена Степановна Иванова. Добрый день, Лена Степановна! Здравствуйте! Главная задача уполномоченного – это защита прав представителей наших народов, да? Да, в законе об уполномоченном прописано действительно так. В то же время это очень многогранная работа. Это не только работа с представителями коренных, которые приходят на прием, либо пишут, либо обращаются через помощников и представителей по каким-то острым личным вопросам касательно жилья, образования, здравоохранения и так далее. Но еще и это определенный пласт законотворческой работы, то есть работать нужно и по уже имеющимся законам, есть ли там необходимость подправить. Работать и с новыми законопроектами, как федеральными, так и республиканскими, насколько они права коренных, права и законные интересы коренных учитывают, не ущемляют ли они, не ограничивают ли. Плюс к этому самое главное – это работа еще и с молодежью, и с самими представителями коренных, которые, как выяснилось, некоторые так и признают, что недостаточно знают о своих правах. Вообще вот осенью 2019 года был такой социологический опрос, ну может быть это достаточно громко сказано, анкетирование. Анкетирование, оно проводилось практически во всех районах, где проживают наши представители коренных молодших народов Севера, плюс те участники всевозможных мероприятий, которые проводились в Якутске. Так вот, по этим результатам анкетирования, если посмотреть, даже есть такие, кто вообще не слышал о том, что есть такой институт, уполномоченного по правам коренных. А спектр вопросов, которые они считают, на их взгляд, нарушается достаточно большой, начиная от земельных участков, заканчивая правом даже на альтернативную воинскую службу. Лена Степановна, ваш срок работы начался рядом резонансных, таких громких дел. Это и дело старика Бегунова с рыбами, которое было, дело и оленеводов, которых пограничники вывезли из родного стойбища. Насколько у вас механизмы воздействия, защиты прав действий на сегодня? На самом деле, работа моя началась с очень невидных, незаметных дел. Первое дело, это было уголовное дело, когда наши же сородичи выяснилось, что в Якутске, в состоянии алкогольного опьянения, так получилось, что дошло дело до убийства. И мы тогда со своим аппаратом столкнулись с тем, что уполномоченный по правам коренных, но отчисленных народов Севера, он не имеет права вмешиваться в уголовно-процессуальный процесс, то есть ни в следственный комитет, ни тем более в другие инстанции, я не имею права. Затем уже на судебном заседании мы тоже просто могли ходатайствовать и так далее. И некоторые моменты для меня были очень очевидны, когда ты пытаешься помочь людям, но понимаешь, что на самом деле правосудие должно быть, и да, в силу алкогольного опьянения человек приступает в закон. И хотя ты понимаешь разумом, что это молодой человек, вот только приехал, только адаптируется и так далее, это очень сложно к этому привыкнуть. Ну а потом, значит, были случаи, когда, допустим, проживая в общежитии для медицинских работников, которые мы, опять же, на средства из федерального бюджета, из республиканского бюджета построили конкретно для представителей коренных малочисленных народов Севера. И работая в медицинском учреждении, они получают квартиру в этом общежитии, но затем, когда они уходят из этой медицинской организации, даже в другую медицинскую организацию, они лишаются этой квартиры. Молодая семья с малолетними детьми. Тоже достаточно сложный вопрос, но там дело до суда дошло. И вот из таких вот вроде бы незаметных большинству населения дел и начиналась деятельность уполномоченного. Ну а затем, действительно, вот дело Дмитрия Николаевича Бегунова, ветерана, депутата районного совета в Нижнеколымском районе, когда из-за четырех штук рыб человек был, значит, подвергнут административному заказанию. Ну и затем еще должен был быть суд. Или дело вот о том, о чем вы говорите, вот по оленеводам, юкагирам, из юкагира, которые нарушили пограничный режим. Не получается тогда, что ваши усилия, они как-то пропадают или об стенку недопонимания, или вот этой вот бюрократизма разбивается? Ни в коем случае. Мне кажется, такой человек, который понимает необходимость особого отношения к коренным, он нужен. И такой институт уполномоченного, он обязывает и другие организации, в том числе и силовые структуры, проникаться, скажем так, государственным отношением к коренным малочисленным народам. Ведь не зря не только Российская Федерация, но и все мировое сообщество признает за этими народами особые права, поскольку они действительно являются коренными и их малочисленность подтверждается. Лена Степановна, в народе бытует такое мнение, что если ты представитель коренного малочисленного народа севера, допустим, в нашей республике, то у тебя какие-то неимоверные льготы. Вот стоит, наверное, объяснить, что, в принципе, таких льгот у нас особых и нету, да? Когда мы встречались и с активом коренных, когда мы выезжаем в районы, причем вот за этот период я объездила достаточно районов, где проживают наши арктические районы. Мы шутим, что надо развеять мифы, которые сопровождают коренных. Обязательно же есть миф, что вот коренные, они мало того, что они поступают в вузы там по особой квоте, нет такого сейчас. Перед единым государственным экзаменом все равны. И поэтому никаких целевых таких особых мест, как ранее было в советское время, к сожалению, этого нет. Да, если есть необходимость у района, где проживают представители коренных, они заключают договора и дети обучаются там. Или же, допустим, говорят, что вот коренным полагаются там определенные земельные участки. Ну, тоже это миф. На самом деле это все строго регулируется законом. И даже представьте себе, если вот в каком-то районе, где проживают коренные, там ведь проживают и представители других народов, и в законодательстве как раз таки упоминаются и они. Значит, на определенную, допустим, какую-то льготу, так и пишется. Это представители коренных малочисленных народов Севера и постоянно проживающие в местах традиционного проживания, пользующиеся, вернее, ведущие традиционный образ жизни и вот занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности, представители других народов. Так что не зря же в республике Саха и Якутии у нас русские арктические старожилы, они приравнены к правам коренных. И пахачане, русскоустинцы, они входят. Хотела бы уточнить, что эти льготы, допустим, на ведение традиционного образа жизни или на земельный участок для ведения традиционной хозяйственной деятельности, вот эти вот все льготы, они полагаются только в тех местах, где проживают они. В Якутске, допустим, если это Эвенг или Чукча, или Юкагир, или Далганин, или Эвен, они не пользуются ни бесплатным лекарственным обеспечением, которое может быть в тех районах, ни другими видами. Лена Степановна, буквально в октябре месяце у вас была большая командировка, когда вы буквально за несколько дней объездили арктические районы, начиная с Устьянского, Лайховский. Как люди живут, как они вас встречали, насколько они остро ставят свои вопросы, проблемы, рассказывают свои радости? Да, это действительно была большая поездка по пограничной зоне республики Саха-Якутия. Это пять районов. Аннабарский, Булунский, Аллаиховский, Нижнеколымский, Юстьянский. И, естественно, на встречах, а встреч было очень много практически во всех этих районах, меня что поразило, но первая целевая установка у нас была, это установление взаимопонимания, взаимодействия между местным населением и пограничной службой Российской Федерации. И в любом районе из этих пяти, куда мы приезжали, люди ведь понимали значимость охраны государственной границы, люди не истерили, не говорили о том, что вот вы нам не даете право вести наш кочевой образ жизни, вы мешаете нам вести традиционную хозяйственную деятельность. Этого абсолютно не было. Они предлагали свою помощь, они предлагали даже какие-то виды совместной деятельности. И на самом деле во всех районах говорили о том, что можно не только не снимать пограничный режим, что его нужно оставить, что он на самом деле помогает. Поэтому это первое, что я заметила в этих пяти пограничных районах нашей республики. Во-вторых, я понимаю, насколько сложно все-таки жить в тех районах, где килограмм яблок, допустим, стоит 250-300 рублей, где яйца, колбаса и так далее достаточно сложно получить. Но среди наших сородичей очень оптимистичное настроение. Ни один из тех, кто встречался с нами, не говорил о том, что вот плохо то, значит, власть не делает это. Наоборот, предлагались пути. И причем и ставились самые главные задачи стратегического характера. Интернет, оптоволокно, как летать. Очень большие вопросы, конечно, были по транспорту, по образованию, по изучению родных языков. То есть люди говорили о будущем. Это обнадеживает. Это очень хорошо. Лена Степановна, весной вы будете делать ежегодный доклад уполномоченного перед Государственным собранием Илтумен Республики Саха и Якутия. На что вы будете делать упор в своем докладе? И на что вы в будущем рассчитываете? Это очень хороший вопрос. Потому что тот задел, который сделал Константин Васильевич Робик, первый уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера, нами использован очень емко. Мы кропотливо анализировали каждый доклад. Он тоже издал с 2014 года пять докладов. И сейчас мы несколько меняем структуру доклада. Значит, мы хотели бы пойти по структуре концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. И коррелировать это также и с национальными проектами. То есть, допустим, по образованию, по демографии, по традиционным видам хозяйствования и так далее, и так далее, насколько вот за эти годы улучшилось положение и что приоритетнее нам ставить. И вот исходя из этого доклада, мы будем уже на протяжении следующего года делать специальные доклады. То есть, это будет один какой-то раздел и так далее. Работа очень большая. Сейчас мы сделали ревизию действующих нормативных актов не только Якутии, но и Российской Федерации. То есть, каждому блоку направлений мы, значит, подводим всю нормативку. Какими законами каждый раздел, он подкрепляется. Поэтому доклад будет, я надеюсь, очень интересный. В всяком случае, нам сейчас очень интересно работать по нему. И сейчас идет сбор и статистической, и информационной базы данных для того, чтобы уже провести этот анализ. Я надеюсь, что до конца декабря мы сверстаем на базе материалов, которые представили нам министерства. В январе это будет еще раз просматриваться, будет обсуждаться и с общественностью, я думаю. Ну и за тем, как по закону полагается уже предоставление руководства республики и государственного собрания ЮЛТОМЭ. На Дальнем Востоке институт уполномоченного есть на Камчатке. В Магадане есть, да? Или в Магадане нет? В Хабаровском крае как бы есть уполномоченный представитель, но это несколько другая структура. А так, действительно, Роза Долган, она уполномоченная по правам коренных малочисленных народов Камчатского края. И, конечно же, Пальчин Семен Яковлевич, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Красноярского края, тире. У них он зам уполномоченного по правам человека. У них очень интересная структура, они вот под уполномоченным по правам человека работают. Тоже институты утверждены на Камчатке недавно. Первый срок отрабатывает. А в Красноярском крае это уже в третий раз избирается Семен Яковлевич. Тесно ли вы с ними общаетесь? Насколько переплетаются ваши деятельности, деятельности для восточных уполномоченных региональных? Я открыто признаю, наверное, что да, я работаю с ними совместно, но при этом меня на самом деле радует то, что и Константин Васильевич на высокую ступень поднял. И в законодательном плане у нас очень хорошая база по защите прав коренных в Якутии. Поэтому те вопросы, которые на самом деле они обсуждают, это уже прошедший этап для Якутии. Допустим, в Камчатском крае у них ни одной территории традиционного природопользования не создано. В Красноярском крае два года назад было принято постановление правительства Красноярского края о ТТП, о территориях традиционного природопользования. Но, к сожалению, в самом этом проекте постановления уже было заложено очевидное противоречие. И поэтому до сих пор коренные малочисленные народы Красноярского края не могут создать. Они обращаются в судебные инстанции о том, что им краевое законодательство не дает такого права. Не говоря уже о том, что по этнологической экспертизе ни в том, ни в другом регионе у них нет, скажем, такого законного рычага взаимодействия, механизма взаимодействия промышленных компаний и коренных. Вот в этом плане Якутия, конечно же, идет впереди и легче работать. Но у нас своя специфика. И в некоторых случаях наша специфика дел, которые не решаются, она еще и обуславливается, мне кажется, человеческим фактором. Иногда некоторые надзорные органы, можно сказать, или не знают законодательства в отношении коренных малочисленных народов Севера, или же очень предвзято с некоторым предубеждением относятся. Ну, человеческий фактор в любой отрасли, конечно, бывает. Ваш опыт, наверное, позволяет определить сегодня уже, какой закон нам необходим сегодня, какой закон нам необходимо принять, чтобы дополнить и укрепить те законы, тот свод законов, который уже принят за эти 30 лет у нас. Все зависит от федерального центра. первоочередные законы, это первый, я считаю, это вот по документальному подтверждению национальной принадлежности. Куда ни пройди, ты должен доказать, что ты относишься к этим народам. Поэтому этот закон. Во-вторых, закон об этнологической экспертизе. У нас он региональный, а лицензии на промышленную деятельность выдает федеральный центр. И у нас получается некоторое разногласие. Ну и в-третьей, о защите территорий традиционного природопользования. Вот, наверное, основополагающие вот эти вот, если решаться на федеральном уровне, это было бы очень здорово. Ну и, а основа всему этому, это вот перечень мест традиционного проживания. Вот то, что у нас Булунский район, все населенные пункты входят в места традиционного проживания, а Тикси не входит в районный центр. Также и с Чакурдахом, и с Черским, также и с Ирянкой и так далее. Ну это нонсенс. Основополагающий вот этот вот, на самом деле, перечень мест традиционного проживания и традиционных видов хозяйствования. Нас загнали в рамки, сказали, вот только 13 видов. Это вот оленеводство, охот, промысел и так далее. Но ведь жизнь идет, и коренные могли бы заниматься экотуризмом, этнотуризмом. Этого нет. А если этого нет, то ты не имеешь права заниматься этим. Вопросов много. Да, работы, вопросов впереди еще очень много. Я благодарю вас, Лена Степановна, за интересную беседу. И хочу пожелать вам в новом 2020 году бодрости, силы, уверенности в своих силах. И чтобы вас всегда поддерживали наши сородичи, свои сородичи. А я в свою очередь хочу поблагодарить национально-вещательную компанию САХА, редакцию программы ГЕВАН, потому что с самых первых дней работы уполномоченного и то, что мы с вами начали такие регулярные радио-телепередачи, час уполномоченного по правам, голос уполномоченного, это говорит о том, что у нас есть взаимодействие. И те сородичи, которые, к сожалению, не всегда владеют информацией, могут из нашей с вами работы воспользоваться своими правами. Сегодня главная информация, знания. Совершенно верно. Телезрителям всего самого доброго. Счастья. Уважаемые телезрители, сегодня на студии была уполномоченная по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха, Якутия, Лена Степановна Иванова. На этом мы прощаемся с вами. До следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова